в этом видео подробно разберем мойки высокого давления в рамках бытового применения расскажем о характеристиках на которые нужно обязательно обращать внимание и поговорим о дополнительных параметрах покажем разные насадки и объясним для чего они нужны мойка высокого давления это по сути своей мощный насос для подачи воды через продуманную систему трубок и мощность может сильно расходиться с возможностями мойки поэтому на нее лучше не ориентироваться а вот давление и производительность параметры важные и связанные между собой от них зависит область применения аппарата и эффективность мойки параметра давления у моек целых два на входе и выходе измеряют их в барах или в паскалях почему необходимо учитывать оба максимальное давление на входе обычно не влияет на работу мойки а вот минимальное давление важный параметр если водопроводе давление ниже необходимого то мойка не будет работать вообще минимально возможное давление зависит от мощности всасывания приборов если насос достаточно мощный то можно использовать хоть водопровод с небольшим давлением хоть забор из емкости в характеристиках обычно указывают может ли аппарат брать воду из емкости но при этом есть пара нюансов перед подключением мойки надо обязательно наполнить шланг водой и поднять емкость выше самого устройства тогда физика сама создаст недостающее давление в открытой емкости может быть много мусора поэтому почти во всех случаях стоит использовать дополнительный фильтр на входе теперь расскажем о давлении на выходе и почему это важно знать тут важны как минимальный так и максимальный параметр пена это как она ложится на поверхность важная часть процесса мытья и чтобы пена хорошо ложилась они сдувала слишком большим напором необходимо невысокое давление но с максимальным давлением казалось бы все понятно чем больше тем лучше так но не совсем нередко производители указывают только максимально возможное давление и кого это не номинал с которым устройство будет работать номинальное давление можно найти в инструкции или смотреть обзоры до покупки кроме того давление это не самостоятельный параметр они разрывно связаны с производительностью объясняем измерять давление можно по-разному например у тонкой струи у толстой давлением будет одинаковым но от полезного действия у тонкой струи будет значительно меньше так что эффективность аппарата зависит и от производительности то есть сколько воды сможет пропускать через себя устройство производительность измеряется в литрах в час при равном показателе давления но разные производительности если увеличивать как бы утолщать струю то устройство с меньшей производительностью необходимо давление поддерживать уже не сможет отсюда же вытекает и расход воды тут зависимость прямая чем больше производительность тем больше расход учитывайте при работе с забором воды из емкости в реальности получается что если вы взяли мойку с достаточным давлением но малой производительностью то она вполне сможет справиться с небольшим количеством застарелой грязи а вот на обработку большой площади и уже не хватит большинство моек за редкими исключениями выглядят узнаваемо и устроено одинаково различаются не больше в деталях которые влияют на опыт использования вряд ли вы найдете в продаже тяжелой мойки без колесиков и ручки для переноски и перемещениях иногда встречаются телескопически а вот небольшие варианты вполне могут быть и без колес но они достаточно легкие чтобы их носить даже во время использования если на входе разъемы стандартизированы то вот подключение шланга высокого давления насадки удлинители и другие части мойки чаще проприетарные использовать придется только фирменные комплектующие следующее на что стоит обратить внимание это длина шланга если это не мобильный вариант то шланг недостаточной длины может доставить много неудобств с длинным шлангом обращаться тоже не всегда просто поэтому многие производители делают такие катушки с одной стороны удобнее меньше риск запачкать сам шланг и он не запутается а с другой вырастает шансы уронить саму мойку включается любая мойка в два этапа рычаг на основном корпусе включает насос и готовится к подаче воды это быстро если мойка забором воды из емкости то перед работой еще придется наполнить шланг водой чем он длиннее тем сложнее это будет сделать но легче всего его заполнить погрузив полностью в емкость не забывайте подключить фильтр грубой очистки открывается поток уже на самом пистолете а так как давление высокая то они всегда оборудованы предохранителями могут встречаться в разных вариантах насадки бывают в двух вариантах либо они идут в едином корпусе либо удлинитель отдельно короткие насадки отдельно очень удобно если удлинитель еще и вращается можно менять плоскость работы в вариантах с цельной конструкции для этого придется крутить весь пистолет стандартно мойки высокого давления комплектуются двумя насадками насадкой фрезой и регулируемой одна из насадок комплекте обычно называется грязевой фрезой она создает веер с очень большим давлением даже в маломощной мойке такой не рекомендуется мыть автомобиль можно повредить лакокрасочное покрытие зато можно ее использовать там где это нужно с помощью нее же очень удобно избавляться от лишней растительности на дорожке или чистить от нагара изделия из металла вторая насадка более универсальная и подходит для автомобиля других транспортных средств и поверхности с регулировкой формы струи меняется соответственно и напор мощный для удаления грязи и слабый для разбрызгивания пены с пеной немного отдельный разговор бывает встроенной в мойку системы подачи пены достаточно все подключить поставить комплектную бутылку и регулировать количество на самом устройстве другой вариант это простенькая внешняя насадка без регулировки напора такая лучше подойдет для моек с небольшим штатным давлением третий вариант полноценный пенообразователь с регулировкой его можно настроить под большее количество устройств в любом случае если нет встроенной системы стандартным насадкам вам понадобится еще и пенообразователь их выбор также важен как и выбор самой мойки тут придется полагаться на собственный опыт и экспериментировать с разными насадками и моющими средствами дополнительно производители предлагают множество насадок для мытья разных поверхностей и расширения функционала достаточно убедиться что они подходят по характеристикам и разъемам к вашему устройству есть виде щеток чтобы еще и оттирать например в труднодоступных местах или закрытая швабра очень удобно ведь обычно когда моете аппаратом высокого давления что-то одно обязательно пачкается все вокруг с этой насадкой такого происходить не будет мойка высокого давления штука довольно полезная подходит не только для мытья автомобиля это еще универсальный помощник на собственном участке при выборе не стоит гнаться только за высоким давлением этот параметр не самостоятельный а идет связки с производительностью даже мобильный вариант может дать достаточное давление но его хватит только для точечных работ чтобы удалять много тяжелых загрязнений выбирайте мойки по производительной и подумайте о хорошем пенообразователь пена в мытье машины половина успеха при выборе также обратите внимание на разнообразие остальных комплектующих без специальных насадок при мытье пачки со все вокруг включая вас пока